Добрый день, друзья! У нас сегодня в гостях уникальный человек, ультрамарафонец, трейлранер, человек, который бежал из Москвы в Сочи больше 26 дней, Дмитрий Ерохин. Дима, привет! Привет! Ты вчера финишировал, как у тебя самочувствие спустя сутки после финиша? Самочувствие нормальное, я постепенно восстанавливаюсь. Сегодня еще не бегал, но вечерняя тренировка у меня будет 10 километров. Тогда более точно оценю свой организм, как он бегает, как все системы работают, тянешь что-либо или болит, или ноет. Ты один побежишь или с кем-то? Один. Я просто знаю, что у тебя сегодня запланирована еще одна встреча с друзьями. Ну, 10 километров. Не рассматриваешь ли такую возможность, что сразу после нее побежать? Нет, я уже пробегу себя спокойно дома в Гальяново, когда вернусь по Лосиным островом. Пришло осознание того, что все ты финишировал, никуда бежать не надо, что уже дома в Москве? Да, конечно. Но пришло еще вчера, когда я увидел эти буквы Сочи, когда на них набегал, они вот показались из-за поворота, из-за угла. Сразу пришло, понимая, что вот и наконец финиш, и все эти долгие 26 дней с одним часом подошли к концу. Вопрос, который всех волнует больше всего. Почему все-таки ты не добежал до Сочи? Ну, я добежал до Сочи. Формально, да, но... Ну, места разные есть, финиша. Изначально у меня был план или до Магри, потом в какой-то момент я подумал, что да, клав по штампе, тоже где-то сказал, но потом остановился все-таки на Магри до букв в Сочи. Ну, так почему ты же планировал бежать 30 дней? Ну, там уже более жесткие меры безопасности и проходить кордоны. Ну, дополнительные для меня затраты времени и сил. И вот все решил ограничиться, скажем так, не бежать по Сочи. До Сочи добежал, а по Сочи не побежал. Все. Все просто ждали красивого финиша в Олимпийской столице. Ну, я любитель, я еще ограничен у меня временной ресурс. Если бы я был профессионалом, всем бы временем располагал. То есть, у меня и так мое хобби уже занимает 3-4 часа в сутки при условии 8 часов работы и 8 часов на сон. То есть, конечно, много хороших вещей можно делать там дополнительно, как-то дополнительно освещать, пусть более подробно. Ну, все-таки для меня важен фактор времени. Больше, чем я могу потратить, я просто не могу потратить на свое хобби. А читатели спрашивают, ты бежал по России, да, и много посмотрел. И вот как ты ее видишь глазами бегуна? Ну, очень интересно. То есть, это бесспорно совершенно смотришь другими глазами. И в большей степени даже не я, а другие бегуны, которые ко мне присоединялись, даже самый последний, кто вчера бежал со мной, сопровождал сочинский бегун Михаил Петухов. Вот именно даже их отзывы для меня важнее, когда они вот всю жизнь ездили здесь на машине по этой трассе, вот теперь он бежит и совершенно по-другому видит те же самые горы или те же самые холмы, те же самые поля, дома. Совершенно другое ощущение, другое восприятие природы, окружающей среды. Это здорово. А что самое сложное в беге по трассе, когда мимо едут фуры, когда смотришь себя под ноги, боишься не споткнуться и не упасть? Ну, вот это постоянное напряжение, но самое главное то, что фуры едут мимо. То есть, они не едут на меня, они не едут по обочине. Вот постоянное изменение обстановки и вот нервы, хоть не сильно, но вот в этом постоянном напряжении, что ты должен отслеживать и окружающую среду и правильно принимать какое-то решение, реагировать. И вот это постоянно все дни, это все накапливается, накапливается, казалось бы, какие-то элементарные, ну, кумулятивное накопление, конечно, идет, утомление нервной системы. Были ли такие дни, когда тебе не хотелось бежать совершенно? Смотришь в окно, там минус 17, снег, ветер. Нет, мне даже наоборот приходилось себя сдерживать и я хотел все быстрее и быстрее больше бежать, но я себя сдерживал, чтобы я бежал средне и равномерно, поскольку это эффективнее бежать. Ты бежал не сразу, да, там 60 километров, а с какими-то остановками, да, от чего они зависели? Ну, от питания, то есть организм нужно есть, пить, с собой я ничего не нес, машина не использовалась как пункт питания, поэтому использовал только объекты дорожного сервиса, как они находились на трассе, не попадались, я в них останавливался. Помогала ли тебе поддержка друзей в социальных сетях, тех друзей, которые к тебе приезжали, с тобой бежали, там, какие-то километры? Да, бесспорно помогала, но здесь прежде всего я зависим от наличия интернета и его скорости, поскольку были такие участки, что и по два, по три дня подряд у нас совершенно было, в радость даже следовалось найти несколько фотографий, за три, за четыре часа загрузить и отправить. То есть интернет в большей степени, конечно, в больших городах у меня был доступ, это Воронеж, Ростов, Краснодар, там, естественно, скорость, а на самой трассе мы даже остановились, чтобы вообще никакой связи не было. То отразились ли вот эти ежедневные длинные дистанции на твоих привычках в еде, там, в сне? Да, вот если на еде, то есть я ряд продуктов взял с собой, которые совершенно мне не понадобились, и весь месяц они прокатались в машине, я их просто не съел. Ну, на будущее, это даже где-то признак наличия опыта, сколько у тебя после, ну, какого-то мероприятия остается лишнего, чем больше у тебя лишнего не использовано, значит, ты еще в этом деле какой-то новичок. То есть у меня много осталось лишнего, неиспользованного, то, что не пригодилось, то есть я очень много всего взял с запасом. Ну, сейчас уже какой-то опыт есть, если будут последующие ультразабеги, я уже буду узнать и более эффективно подготовить, чтобы, ну, зря не тратить какие-то ресурсы на что-то, то, что не понадобится. А тоже планируешь какой-то ультразабег? Нет, ультразабег не планирую, поскольку нужно оценить здесь, прежде всего, опять же, временной фактор. Если ультразабеги позволить себе, даже по каким-то бытовым причинам, два раза в году 30-40 дней затратить, то это тяжело. Скорее всего, раз в год буду бегать, что-то подобное. Ну, куда бы у тебя хотелось сбегать? Нет, ну, я вот отслеживаю, пока опять же что-нибудь такое длинное или что-нибудь короткое попробую, километров 500. Но это в России будет или за рубежом? Ну, скорее всего, европейская часть России или Европа. Ну, как ты считаешь, что твой многодневный забег по России, он повлияет как-то на развитие одиночных забегов в нашей стране? Я думаю, однозначно. И мои друзья уже советуются. В первую очередь, даже Алексей Меркулов, который сопровождающийся парня, мой друг. Да, то есть он тоже подумает о том, чтобы организовать такой же забег. Василий Боков, который принимал участие, тоже подумает. То есть есть люди уже, у которых есть мысли, а когда есть мысли, уже, скорее всего, перейдут в дело. Вот ты бежал в поддержку благотворительного фонда, да? Собрал больше 100 тысяч рублей. И тебе это стимулировало, что ты бежишь не просто так, а вот ради идеи? Да, бесспорно, это дополнительная польза, когда ты кому-то приносишь, это дополнительная мотивация, бесспорно, что одним действием ты пользу делаешь не только себе, а своим друзьям, бегунам еще. Но можно и помочь кому-то другим людям, еще какое-то благое дело. Если еще какие-то третьи, дополнительные вещи у меня возникнут, идеи, то я бесспорно буду помогать. Ты считаешь, что лучше организовать благотворительные забеги для какого-то фонда или помогать конкретному человеку? Я не знаю, здесь, я думаю, это разные формы помощи, как фонд и как адресная помощь. Ну, это усмотрение каждого бегуна, как ему удобнее, какой конкретный момент кажется, что для этой проблемы он готов бежать. Я думаю, здесь все индивидуально. Алексей Пшеничный из Беговой клубы Высшей Лигы, город Краснодар, спрашивает, в каком городе было больше всего сопровождающих, встречающих? Это бесспорно, Краснодар, тот самый клуб Высшая Лига, они очень мне понравились, что они дружные. И мне особенно понравилось, поскольку для Краснодара были экстремальные погодные условия. И это даже где-то такой психологический рубикон для бегунов. И мне понравилось, как они его преодолели и всей командой вышли. Ну, подавляющее количество никогда в жизни не бегали при такой температуре. Сколько человек было? Ой, на разных этапах, ну, порядка, там, может, даже 15, представьте, я их не считал. Можно восподнять эту цифру, но больше с того, что они себя преодолели и бежали в экстремальных погодных условиях для Краснодара. И это самый экстремальный был день на протяжении всего моего пробега. То есть экстремально не было погодных условий. За все предыдущие несочетания снега, низкой температуры и сильного ветра. То есть если там происходят какие-то баллы или коэффициенты, это был самый экстремальный день. Дмитрий Летевко тоже из Краснодара спрашивает. Что нужно сделать в нашей стране, чтобы, пробегая по улице, тебе не кричали «Динамо бежит» и не крутили пальцем у виска? И чтобы занятия на открытом воздухе не вызывали удивление, а наоборот как-то... Ну, я не считаю это той проблемой, для которой... Я на это не обращаю внимания. То есть я желаю Дмитрию, чтобы он постепенно перестал на это обращать внимание. Будем надеяться. Николай Корзинов тоже бегун. Интересуется, насколько безопасно было тебе бежать? Да, было безопасно. Я предполагал худшего, где-то большего, поскольку это... Бежишь по обочине и три варианта, как тебя на ней могут задавить. Это если какая-то авария машина внезапно слетает с обочины и едет на тебя. Б, если тебя специально пытаются задавить из каких-то хулиганских побуждений. Ну, В, если машина паркуется. То есть она и тебя не видит. Но на протяжении всех дней абсолютно такого случая не было, чтобы какой-то риск или угроза, чтобы мне нужно было уклоняться от машины как-то. Ну и страшно. Водитель же может за рулем уснуть. Ну, вот такого не было. Хотя я к этому был готов. Как постоянно отслеживаешь траекторию машины, поведение водителя. То есть смотришь вперед и оцениваешь этот риск. То есть постоянно в напряжении. Да, бесспорно, чтобы уйти за отбойник, за ним среагировать. Ну, надеялся на свою подготовку и все. То есть у тебя не было такого бега, когда ты погружаешься в себя, в свои мысли и абстрагируешься от окружающей среды? Нет, думаешь о беге. То есть, ну, может, какие-то единичные, там, 100 метров. Вот, когда, поскольку были такие промежутки, что совершенно машин нет. Это в основном рано утром, в выходные дни, вот. Когда там по полю, там, одна машина, там, в 2-3 минуты может проехать. Легковая. Тоже вопрос от Николая Корзинова. Были ли моменты, когда ты чувствовал, что действительно подвергаешь себя серьезному риску, что лучше сейчас остановиться? Нет, такого не было. Я оказался готов со значительным запасом. Со значительным запасом. Для меня был риск где-то расслабиться, что я хорошо готов, где-то расслабиться. А когда расслабляешься, вот это напряжение уходит, нужно что-то, ну, случайно получить травму, ошибиться, подскользнуться. То есть, я оказался готов с запасом. Вот он же спрашивает, Дмитрий, в различных книгах о беге утверждает, что даже профессиональные легкоатлеты один день в неделю отдыхают. Да, ты бежал без отдыха. Почему? Ну, опять же, чтобы не расслабиться, поскольку организм может размобилизоваться, где-то можешь для себя понять, что ему не нужно бежать. И может произойти психологический откат, физический откат назад, и на следующий день будет тяжелее себя расталкиваться, заставить бежать. Ну, и плюс мой тренер, кто меня готовил к этому забегу, Худяков, сказал, что лучше сделать легкий день, чем вообще без бега. И у меня были легкие дни, ну, короткие перегоны, 26, 29, 30 километров. В эти дни я больше отдыхал, восстанавливался. Спал? Сколько ты спал? Колебалась по дням, то есть, для меня совершенно это не коррелировало с нагрузкой. То есть, я до сих пор никаких зависимостей для себя не понял, не уснил. Были дни подряд, я спал по 4 часа, я высыпался, для меня это не было проблемой. И самый длинный день у меня сон был, по-моему, даже как-то 14 часов проспал. То есть, абсолютно ни с чем не коррелировало. И у меня до сих пор, я это еще думаю, анализирую, но не могу к какому-то однозначному выводу прийти, вот с чем это было связано, такие колебания сна. 4-14 часов. Есть у тебя какой-то беговой талисман, который с тобой был весь этот путь? Нет, талисманами не пользуюсь, но это лишний вес. Ну вот а про куртку, в которую ты бежал, расскажи мне. Интересная история. А, ну я понял, почему я, да, некоторые люди спрашивали. Я просто не привык, я в ней давно бегаю, вот как-то вот так сложилось. Ну и на протяжении многих лет, какая-то вот удобная форма беговая, так не привыкаешь, часто бегал, как-то вот накапливается. Даже, ну, у профессионалов, у любителей, у тех же спортсменов, как у меня, что-то вот с годами накапливается в том, что ты бегаешь постоянно. Я вот привык к этой куртке и постоянно в ней бегал, во многих соревнованиях участвовал. Вот синяя куртка и там юрдалин. Семь лет назад я в Канте купил себе, вот, то есть часто бегал, у меня и зимние пробеги, тренировки. Ты накопил, ну, считай, большой опыт за время своего ультрамарафона Москва-Сочи. Хочешь ли ты его как-то передать, написать книгу, там, снять видео? Ну, видео я не знаю, как бы не очень обладаю такими техническими познаниями. А книгу, хотя книга для меня что-то такое толстое, ну, будет текст от 60 до 100 страниц. Вот так, я не знаю, назвать ли это книга. Вот я уже начал, приступил. Набрасывать свои мысли, какие-то замечания уже непосредственно по ходу гонки. Главы, структуру составил, то есть что я освещаю. Что там будет самым интересным? Какая глава? Ну, не знаю абсолютно. То есть, ну, будет какие-то общие. На основании тех вопросов меня задают, там главы будут про тренировки, про питание, про снаряжение, про помощь. То есть такие базовые. Плюс будет 30, ну, 26 сейчас уже разделов про каждый день. То есть описание непосредственно самих дней, ну, и вот такие элементы про подготовку будет вначале. То есть вот такая структура. Какие бы 5 советов ты дал человеку, который хочет заняться бегом с завтрашнего дня? Ну, начать бегать, начать собирать как можно больше информации сразу про это в интернете, читать книги, сразу купить себе хорошую экипировку, сразу купить себе хорошее спортивное питание. То есть если заниматься, то сразу надо начинать заниматься серьезно. И пятый совет – это сразу участвовать в соревнованиях. То есть вот эти 5 таких вещей, направлений, поскольку человек все равно к этому придет через год, два, три, поэтому лучше сразу начинать с этого. Не как-то вот там, как я их даже не называю, для себя, выйти в калошах, пробежать 3 километра. Лучше сразу бегать на нормальном уровне, с хорошей экипировкой, с питанием, сразу участвовать в соревнованиях. Больше удовольствия. А какие советы ты бы дал человеку, который вот на тебя посмотрел, допустим, он уже бегал полумарафоны, марафоны, и решил пробежать ультрамарафон, да, там 50 километров, например. Выбирать соревнования, регистрироваться. Ну, ближайшие соревнования 2-3 месяца, ну, чтобы как-то мотивацию сохранить и готовиться. От сегодняшнего дня отсчитать 3 месяца, открыть календарь соревнований по ультразабегам и начинать готовиться. Какой у тебя был в жизни самый интересный забег, вот кроме Москва-Сочи? Марафон-де-Саблис, конечно. Расскажи о нем. Ну, мне он был интересен, и даже другими природными условиями. Я первый раз был в пустыне, первый раз был в жаре, первый раз встретился с такой великолепной организацией, то есть в пустыне, французы прекрасные организаторы, в пустыне тысяча человек, организовать 600 волонтеров с самолетами, со СМИ, с аккредитацией, перевозить тежедневно порядка 200 палаток, все это питание, это все работало как часы. Вот мне было даже вот в этом плане, и помимо в спортивном плане, когда тысяча таких, как ты, со всего мира, собирается и бежит вместе, и как организация выработана, то есть мне очень это все сильно понравилось, и я это впечатлился этим. Свой забег, Москва-Сочи, да, ты хотел приурочить к открытию Олимпиады, он так сложилось, что ты финишировал раньше открытия. Как ты относишься к предстоящей Олимпиаде? Положительно. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что я же где-то даже подстраховывался и сразу бежал с опережением, чтобы у меня был запас, если я травмируюсь, если еще какие-то негативные моменты случатся по пути. И вот этот запас, он накопленный, я вот реализовал, прибежал раньше. Можно было бы, конечно, попробовать растянуть, ну, последние 100 км-200 км бежать по 20 км в день, но, опять же, для меня важен факт о времени. И, ну, так случилось, что финиш раньше, за эту неделю в Москве что-то другое хорошее сделаю. Что ты хочешь сделать хорошее? Ну, начать тренироваться. А помимо того, что ты бегаешь сам марафон, а ты еще их организуешь? Вот, расскажи об этом опыте. Ну, ближайший опыт 8 февраля будет. Будет Бронецкий марафон. Также большое беговое событие, мероприятие будет посвящено также открытию Олимпиады. Я вот сейчас уже буду к нему готовиться. У меня будет больше времени восстановиться. Попробую или марафон пробежать в рамках него, или 50 км. Вот это, опять же, неделя. Если бы я финишировал впритык к нему 7 февраля, у меня было бы меньше времени восстановиться. А сейчас попробую его побыстрее пробежать, пошустрее. Желаю тебе удачи, желаю хороших стартов, новых ультрамарафонов, новых впечатлений. У нас в гостях был Дмитрий Ерохин, участник одиночного забега Москва-Сочи. Спасибо. До свидания.